Здравствуйте, дорогие друзья. Попробуем сегодня поучиться на словах Балшемтова. Различие между чудом и естественным событием заключается лишь в повторяемости. То есть, если бы море, например, каждый день, скажем, 7.00 раздвигалось, а один раз не раскрылось, все бы делились идти в чудном, смотрите, море не раздвигается, как такое может быть? Нам необходимо понять основной вопрос, то, что нам объясняли наши мудрецы. Зачем вообще получили приказ идти к фараону, там, Маше, Арон, требовать, чтобы он отпустил народ из рабства? Разве Всевышний не мог приказать, там, Маше собрать евреев, пойти к горе Синай, вообще без всяких разрешений фараона, если понадобится, то приступнуть этого фараона? Конечно мог. Вот в ответе на этот вопрос кроется, ну, может быть, одна из основных концепций отношений между Богом и сотворенным им миром. Так говорили мудрецы, что Всевышний не без очень каких-то веских причин не нарушает правил, которые сам же установил. Опять-таки, кому это нужно? Человеку. Когда мы знаем точно, что утром солнце встает там на востоке, садится там-то, нам проще, есть постоянство. Когда мы знаем, что после зимы идет лето, то мы планируем. Если бы с утра вставали, смотрели в окно и говорили, что лето или зима наступило, людям вообще было бы сложно. В общем, людям это нравится, такая повторяемость, это удобно. Правда, каждому при этом хотелось бы некоторые нюансы, что Бог вмешивался, ну, под тем вопросом, которые нужны данному этому человеку. Получается, что этот человек хочет видеть Бога, как золотую рыбку. Вызвал, поплакал, поговорил, задал задачу, тот пошел, решил, все в порядке. То есть, в этой схеме становится Богом, кто человек. Но все наоборот, к сожалению или к счастью, не знаю уже. Тут в корне, в общем, много очень заблуждений. Еще мудрецы говорили, что человек по своей сути хочет много получать и мало давать. И в этом огромная проблема человека и человечества. А так не бывает. Потому что каждый день, вот сидим мы поэтому много лет или веков уже, и каждый день вспоминаем того фараона, который сидит внутри нас и все не хочет отпускать. То есть, что это значит? Он не хочет давать. Я Бог, все мое. Так говорил фараон. Я Бог. Тут к месту очень старая притча, но ее не грех повторить. Человек шел по дороге и увидел перед собой многоэтажное здание. На этом здании возвышался щит, написано рай и ад. Рай там четвертый этаж, ад 16. Человек почувствовал огромное любопытство, спросил у сторожа, можно? Разве существует в мире? Он говорит, да, конечно. Пригласил внутрь, зайдите, пожалуйста, увидите своими глазами. Человек вошел, начал подниматься, и вот набранжировая такая стойка, ад. Открыл ее, смотрит перед глазами, накрытые столы, на которых были скатерти, столовые приборы. За столами сидело огромное количество людей. Странную вещь увидел посетитель. У всех присутствующих руки были прямыми, не гнулись, как линейки. И несмотря на какие усилия, ничего они не могли согнуть. Вошли официанты, поставили блюдо там, запах сумасшедший. Но люди не могли кушать, у них руки не сгибались, они не могли донести до себя эту еду. Еще хуже все эти запахи, все очень чистый рай. Ой, простите, ад. Пошел он в следующий зал, поднялся на этаж, видит рай. Та же самая история, те же самые столы, та же самая еда, те же самые не сгибающиеся руки. Но здесь была радостная атмосфера, в отличие от ада. И он увидел, что люди, что, как вы уже сами помните или знаете, люди кормят друг друга. Они, каждый кормил того, кто сидит напротив. Это было очень удивительное зрелище. И воцарившееся между ними единство вызвало радость, они все пели. И вывод всего это очень простой. У каждого человека есть выбор, будет ли его жизнь выглядеть как рай или как ад. Ад. Если он находится в обществе, где каждый заботится о себе, он осуждает себя на адскую жизнь. Если же каждый день каждый будет помогать ближнему, жизнь превратится в рай. Поэтому все, Бог дал нам этот мир, он как бы сказал, вот выбирайте, вот ад, вот рай. Ну что мы выбрали, я думаю, что не все так просто. Поэтому есть возможность выбирать. У человека есть огромные возможности. Просто надо увидеть себя не как центр мира, увидеть, что у мира есть хозяин. У хозяина есть правила, которые он нам дал. Правила эти изложены в Торе. Надо изгонять фараона из себя и побольше маше. Брахава от слаха в этой тяжелой борьбе. Всего самого-самого лучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова